Друзья, всем привет! День третий. Сейчас у нас брифинг, нас собирают туда впереди. Сейчас расскажут, как будем летать, судя по всему, то, что было в квалификации. Здесь будут другие немножко правила, возможно, просто кто дальше долетит. Проблема в том, что из 8 пилотов до конца 3 круга долетовали 1-2 человека. Сказали такая система, по 6 человек летаем сейчас, 96, по-моему, пилотов прошло. И из них будут выбираться 3 самых быстрых, те, кто пролетели здесь и долетели как можно дальше, судя по всему. Так, парни, стартуют, давайте глянем на старт. Да, в этот раз сейчас парни стартуют все одновременно. И нужно быть осторожным на старте, чтобы не сцепиться с кем-то еще. Как видно, группа сильная, все топят более меня. Вот начался мой залет. Я чуть на самом начале прям не влепился в квадри, который стартнул до меня. Поэтому, как я уже сказал, нужно быть действительно очень аккуратным на старте, чтобы никого не зацепить. Группа, в которой летел, была очень жесткая. На самом деле все пилоты были достаточно сильные. И я просто чудом, чудом взял этот раунд. Как бы с одной стороны хочется здесь лететь, конечно же, быстрее. Я не сильно топлю. Но с другой стороны, любое падение может означать то, что дальше в следующий раунд я не пройду. И, соответственно, лучше пролететь чуть медленнее, но долететь дальше. Например, быстрые пилоты иногда стартуют очень бодро, хорошо идут, очень быстро. Но какая-то мелкая ошибка, погрешность и все, они вылетают. А те, кто летят медленно и спокойно, иногда долетают даже дальше. Как и видно, в принципе, у меня получаются все элементы трассы. Я не очень, правда, тороплюсь. Можно было бы везде срезать немножко больше углов и повысить общую скорость круга. Но я сделал ставку на более спокойный полет, на то, чтобы нигде не ошибиться и сделать все правильно. Лучше долететь до конца все три круга. Вот он, самый тоннель, который последний. Я буквально на долю секунды раньше прилетел, чем следующий после меня. Идет следующий хит. Я уже свое отлетал. Первый хит я пролетел. Пролетел на третье место. Просто по случайности... Вообще очень сильная группа у меня была. И чувак, который шел на третье место, вот здесь, прямо в тоннеле, передо мной, сделал ошибку. Развернулся на второй заход. А в это время я как раз даванул газку. У меня получилось прийти на третье место. Проходим дальше. Групп сейчас получается 16. То есть это какая-то там 1.16 финала. Аппаратура влезает. Что это верхний? Ага, для аппаратуры. Для аппаратура. А то, что типа есть какие-то там... Crossfire присоединить, уже не влезет, надо разбирать. Вроде влезет. Маленький точно влезет. Ну, сзади-то да. Да. Антенна. Ну, антенну, может, надо отсоединить. Аппаратура влезает. Здесь отделение для... Не знаю, ноутбук можно положить или пропеллеры. Хорошо. Он так переворачивается. Сюда можно ноутбук положить. Тут что-то очень-очень много отделов разных. Это типа для инструментов. Много отделов здесь, там мелочей всяких, инструменты можно положить. Сюда инструменты. Это только отстегивается. А можно просто убирать? Можно вот так. А, типа, понятно. За столом работать с инструментами. Карманчик. Хорошо. Сюда батарейки. У меня тут сейчас не батарейки. А, жесткая стенка. Ага, крыло. А, он что, и вытаскивается? Что, и вытаскивается. Тут оно, это самое. Защита, чтобы все не сгорело. Неплохо. Можно. Ну, тут вот. А куда коптеры-то пихать? Коптеры снаружи, походу. Смотрите, снаружи, а внутри вообще нет места. Ну, вот так можно один положить. Хотя, ну, можно, зависит от того, как скомпоновать, но можно их сюда положить и закрыть. Ну, если потом спина он упирается, ну, не очень удобно. Ну, батарейки. Ну, маленький вот такой, под сплит. Отличный фрейм. Нет, ну, так-то я согласен, там двух дюймовых можно весь рюкзак запихать. Да, значит, обычно так кладу сюда. Под очки и сделан, да, такой, вытянутый розовый? Да, все верно. Да. Ну, неплохо. Ну, антенны, конечно, надо снимать. Ну, можно самому, видишь, что все на липочках. Можно сконфигурировать, как хочешь. Неплохо. То есть, что, вот эти кармашки клево. Тоже можно инструменты сюда. Пока он лежит, вот так открываешь. В первой версии, по-моему, или там фронт. В прототипе было наоборот, они открывались. То есть, ты его кладешь, открываешь кармашек с той стороны и все вываливаешься. Какая вот, ты понимаешь? Вот. А это что? А, воды для бутылки. Ага, понятно. Для бутылки, да. Вот здесь такой же кармашек, но три точно такой же. Ну, их много, да. Их много? Ну, вот я свои два коптера сюда так цепляю, на эти застежки. И к бокам цепляю, на эти еще два коптера. Сюда один, сюда. Коптер номер эльфкин, они? Ой, нам целиком его. А, хорошо. Коптеры, наверное, если они... Коптер будут торчать, да. Оно не оденется на него даже. Да, столько много квадрокоптера везде напихает, это попробуем. Ну, достаточно плотная ткань, нормально. Я доволен, в принципе. Дороговато. Сколько стоит? Сейчас в Европе 180 евро. Сейчас ребята стартуют, один из сильных заходов. Сейчас довольно много там крепких пеллотов. Давайте посмотрим, как на их старт. Жгут, парни, жгут. Ой, кто-то цепанул. Нет, нет. Туда сам он. Ой, ой. Ой, ой. как видно молодое поколение все больше и больше берет серьезные места уровень намного выше у молодежи в сравнении с тем чтобы например год или два назад просто ребята молодые реально приходят и даже вроде как они не особо то и топят для них как-то реакция что-ли быстрее не знаю гораздо легче проходить повороты и они трассу запоминают быстрее движение у них немножко поплавнее почетче в общем старики мы с вами уже отходим на второй план а молодежь все-таки идет вперед сейчас я поговорю например немножко с этим мелким пацаном которые джон смайф пили то есть он не знает ни на чем он летает никак он летает это все интуитивно идет в год я вообще ничего не знаю папа мне собрал коптеры и типа дает полетать и тем не менее он самыми топовыми чуваками слетает на вторые места прилетает практически каждом раунде но первую понятно берут те кто просто очень-очень много летали и уже быть по несколько лет в гонках но тем не менее парень особо не напрягаясь вон бегает прыгает скачет радует не разбирается в железе просто стики дергает но зато как дергает как он топит это просто невероятно я у меня говорю я Горган, организатер и я на этом гонке, что ли они это стимулировали в городе? я принялся об этом коммунистер, я живу в городе и вот это уже уже с трех я не знаю, мы в городе вот кто-то, в городе, мы в городе, мы все это делаем Продолжение следует... В этом году в Дотмонде У нас в следующем году У нас в следующем году В следующем году в Потоган В США В США В США В США В США На самом деле парню не важно знать что там Как ему главное просто тренироваться И насколько я понял летает он на самом деле не очень много То есть ну так же как в принципе все мы Но просто молодой поколение Настолько быстрее всему обучается Что если вы хотите вырастить пилота То ему наверное стоит так же Как и там не знаю в балетной школе Или в футбольной школе уже там В 5-6 лет идти и уже брать пульт в руки Стараться смотреть как летают другие Тренировать какие-то элементы Сначала в симуляторе а потом уже в реальности Как видите пацан уже в своей чуть больше там Сколько он? 12 лет по-моему Уже жарит не хуже всех остальных топов И еще и не напрягает при этом особенно На самом деле На самом деле Так, сейчас будет реран Одно из групп, почему-то у парней Там, по-моему, опять что-то с видеосвязи не сложилось Летят опять же Топы, но там есть пара чуваков Которые чуть помедленнее, но в остальном Это все просятся звери Неплохо Первый поворот пролетели все, в принципе Здесь вот прям вот на этих всех шиканах Очень опасный коптер, прям друг за другом Прям друг за другом Ноздря в ноздри идут парни зади вон Но они борются в основном за третье место Поскольку первое, второе место уже Парни впереди ушли Ой, задели там тоже башню В общем, ну, черри Хорошо Разворот, разворот Черри долетел Хорошо Вилана все-таки приземлился, молодца Кейт Риди Все-таки долетел Давайте посмотрим, что ли у нас этапы Ребята различные, что на чем они летают Здесь, например, здесь у нас рамка черри Фоксировская камера Сзади скайзоновские, по-моему Полетный контроллер Регулия 4 в 1 И F-40 Pro 2 на 2,600 оборотов на вольт Давайте посмотрим здесь У более-менее топовых пилотов, что происходит Апсессион на 3B моторках Ну, моторки, скорее всего, проспонсированы Поскольку у него есть и такие, и такие моторы Чуть понизше, чуть-чуть побольше Есть большой коптер, но он, по-моему, драгрейсинговый, что ли Потому что 5 дюймов проп на нем стоит, но он сам такой здоровый DRL Racer Третья версия Впереди сэшн Наверху камера Какая камера, ну, неизвестно Скорее всего, какая-нибудь рамка Фоксировая обычная, квадратненькая А сзади видеопередатчик FX-T, судя по всему Потом идет антенка Тебе справа и лево По реализации Поскольку они близко друг к другу летают Антенна все время меняется Кроссвайерская антенна На микроприемник идет вот сюда Моторки Но выглядят не очень большими Я думаю, это 2206 или что-то такое Насколько КВ неизвестно Да, и внутри карбоновая пластина, которая, в принципе, все держит А пластик чисто нужен под батарейку и под LED Следующий мой залет вообще прошел каким-то невероятным комом Но первый поворот я прошел нормально А вот на пауэрлупе я почему-то стал неправильно повернуть В общем, стал поворачивать в обратную сторону Потом шикана Я вылетел слишком далеко И не ту почему-то траекторию взял Хотя надо было доворачивать дальше влево И, в общем, ошибка на ошибке И закончилось это тем, что я, опять же, влетел в те самые ворота На подходе к концу первого круга Так, следующая группа выглядит вот таким образом Ну, как видно, вот этот жуть Хайко жуть Рэнзен жуть Мистер Фокс, не знаю Куадмувр жуть ННФП жуть Титан Тим жуть То есть, ну, все супер топовые пилоты Сейчас посмотрим, что из этого выйдет Хит 2, Upside Down Тоже жуть В принципе, Манди Вот он 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 готовится Да Ну, хороший пилот Но, блин, у него немножко маловато опыта Мэйн Хай Не очень быстрая пилотесса Ну, посмотрим Cherry, Vila, 3 К3Д Ну, и дальше идет Ну, дальше уже группа, на самом деле, чуть-чуть полегче Первые две прям очень жесткие попались в группу Поэтому посмотрим сейчас, что будет А потом, после этого, хит четвертый Это полуфинал И потом финал Как видно, даже сложно понять, где кто летит Скорости огромная Топовые пилоты, когда летают, уже становится На самом деле, даже менее интересно Потому что очень сложно понять, что происходит Все летят очень быстро Клад мувер пока на первом месте дальше кто рэнзин по-моему а шенг это ладно это файп пофиг давайте посмотрим кто первый то все-таки прилетит кладнул и второе шенг на шинка летел на второе место обход и в тоннель и полный газ а там упал самый коптер рэнзин все-таки долетел а там коптер все-таки лежит жалко жалко вот это мод сработал решил просто сесть тем временем парни летят уже да это все еще восьмая финал по-моему не отчетки на ой 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 насколько он быстрее upside down тоже парень не класс смотрите как жжет и чуди вверху обратно да еще в куба углы до девчонка манга и конечно реально жжет но в своем темпе просто летит не торопится никого не обгоняет и тем не менее но уже понятно 4 место на даче не проходит но до этого она проходила очень далеко самыми самыми быстрыми парнями как-то у него получилось дойти до самого конца и так полуфинал парня это самое сильный полуфинал который вообще на любых соревнований быстрее пилотов кроме этих я пока не знаю посмотрим но только с американской лики если ой 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 что-то происходит что-то творится они все приблизительно плюс-минус в одном темпе идут все пришли одинаково кто хайку очень быстрые парни очень прям там они уже залетает по второму кругу в башню секунды время кругу у них в целом по моему в районе двадцати восьми двадцати девяти секунд у всех практически в общем меньше трясатки там уже кто-то второй круг хайку опять прилетел еще два следа как видно на этот момент хайку шинг пока впереди и заканчивает свой третий круг следом за ним не торопясь долетывает квад-демовер обратите внимание как зафиниширует раунд ннфпв цепану ворота сверху он прокатился метров 30 в воротах но тем не менее засечка сработала его засчитали как-то третье место отлично как показывает практика вы можете упасть даже вон там но если у вас до хрена инерции и вы там хорошенько газонуре главное чтобы отработал видео передачик до финиша можно докатиться и в принципе даже победить ну алексий продолжает видать в своем же темпе не торопится несмотря на то что парни тут очень сильные девчонка особо проблем не испытывает спокойненько себе летит не напрягается на пятое место как-то прилетела но ничего главная не победа тем не менее дал полуфинал и как-то долетел отоприваясь из этой группы прошли вот хайку шейн квадмуар и ннфпв очень шуткие пилоты как раз в принципе которые были в моей группе ну кроме хайку хайку я только вот в полуфинале там где-то он появился второй полуфинал посмотрим что стартует а слышно как у многих проб вошь присутствует но из-за высоких скоростей высокого газа и много многих других факторов заделан ой 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 что происходит а ух обогнал прям на повороте сахи вырвался но много на повороте варна свифт или только трое остались И третий, кто приводит третий? Да, парни, было очень напряженно, напряженненько парни слетали Давайте посмотрим, на чем квадмувер летает Ну, я думаю, как бы на самом деле не важно, на чем он летает, потому что больше скиллуха решает Здесь у нас F40 моторчики, сзади Базерховик 2206 Здесь регули не видно, полетник не видно, хотя, похоже, там какое-то типа Мотека, по-моему, Power Distribution Bot, судя по тому, что здесь торчит от Мотека вот эта фигня В остальном непонятно, впереди какая-то камера, сзади какая-то антенна, ну, антенна Акси, да, понятно, больше там, в принципе, ничего неизвестно Проба 5х4х3х3, V1S, поликарбонатные и на том, и на этом То есть сетапа, я думаю, практически один в один, кроме того, что, ну, чуть-чуть различаются моторы В остальном, вроде как, все одинаково Нет, по-моему, вот на тех летает сам Вальтер, а вот на этих летают и остальные компаньоны по команде Как видно, в Фортине, внизу какой-то регулятор 4х1, X-нова моторчики X-нова, кстати, практически сейчас на всех квадриках почему-то стало появляться Видимо, X-нова все-таки неплохие моторы, надо как-нибудь протестить Ну, пропы качественные, да, это HQ V1S Но моторчики, как видно, голубые Рейсерстары на 2205 На 2600, наверное, даже вообще на 2300 оборотов на вольт Полетный контроллер от Matej, PDB-шка, RX-4R, судя по всему, какой-то крупный приемник И антенка 3умф Следующий сетап от одного из участников Микрокамера, опять же, в Фортине Crossfire Nano Unify Сзади большой 3умф Моторы 2206 от Brother Hobby Пропы 50 на 50, циклончики Два одинакового коптера, что здесь, что здесь Как видно, антенна Immortal стоит В целом, у всех пилотов идентичные сетапы За разницу лишь в том, кто как на них может жарить Извиняюсь за красное освещение, но тем не менее TBS Master Pilot О, это дал проп Фортине, 4 в 1 регулятор, микрокамера Все, больше ничего Там, походу, Crossfire Стоят антенки от Crossfire с двух сторон Опять же, X-новые моторчики Там, в принципе, сетапа повторяет похоже на этот Здесь небольшая урна для аккумуляторов, которые отжили свое Можно на них посмотреть Аккумулятор, возможно, еще живой Но, как видно, балансир порвало у него Возможно, в конце пилот заберет его 30 секунд, до следующего холода Здесь аккумулятор, ну, более-менее живой А, нет, не живой Смотрите, тут видно все очень жестко Все очень плохо Очень сильно испорчено И это специальный песок, который комкуется И закрывает аккумуляторы, когда начинает гореть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Далее последние круги, остался только финал Как видно, на нашей палатке уже ничего не осталось Все, все, мгновенно, быстро запокрывали по тачкам И это связано с тем, что многие живут просто далеко Отсюда уезжать Многим надо по несколько часов ехать 300, 400, 500, 600 километров Все, в основном, на машинах Итак, парни, финал, смотрите, собрался просто весь контингент, который был Даже собака здесь И сейчас начнется уже финал Коптер уже стоят на эстакаде То есть все, в принципе, готово Сейчас я пойду вперед и посмотрю, как они стартанут Но тут как бы все и так, мне кажется, ясно Там все сильные пилоты Но я даже догадываюсь, что ЦАКи опять прилетит первым Хотя, возможно, Шенк в этот раз Очень, очень близко пилоты к другу идут У них у всех разница по времени круга Ну, секунда, полторы, две И к башне прилетели они практически все одновременно Тут уже все зависит, где кто скруглил круг Какой поворот прошел быстрее Кто-то там задел Башню, по-моему, первую Ну, ничего, вроде вылетел Итак Ну, тут сложно сказать Тут все идут примерно Хорошо Ну, как бы непонятно Все прилетели одновременно Я не услышал, кто был на каком месте Но, походу, прилетел последний из шести Но это тут особой роли не играет То есть это уже шесть лучших пилотов Не стыдно, так сказать Не стыдно, так сказать Не стыдно, так сказать Хайку Да, а вот с Эки Квад мувер Свифт И Вроде пока все в порядке Вроде все идут четко Оп, задел кто-то там флаг Ой, ой-ой-ой Так, Шенг впереди Окей Но он, конечно, намного вперед ворвался Сзади они борются Цаки Ай-яй-яй-яй! И все? А, тоже третий круг был. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это скорость. Теперь, как и заведено после каждой гонки, просят пилотов и всех желающих помочь прибрать трек. Ну, сейчас немножечко поможем, пару там флажков уберем. Да и, в принципе, хватит, народу много. Если каждый хотя бы по чуть-чуть поможет, трек убирается буквально за 10-15 минут, даже такой вот сложный. Выглядит это в среднем следующим образом. Человек берет тарелочки, берет в руку и несет их дальше. Видео! Скорость, которую ребята убирают все со столов, из поля просто поражает. За 10 минут здесь исчезнут 3 огромных палатки, десяток столов, огромное количество оборудования и так далее. Сзади трек уже тоже практически собрали. Погода, конечно, сегодня так себе. Смотрите, сзади уже подбираются грозовые тучи. Обещали сегодня на 4 часа дождь. Сейчас 3.05, и, ну, кажется, вот там уже позади уже льет во все. Но сюда пока еще не подошло. Надеюсь, что мы быстро управимся. Ну, как видно, уже трек практически собран, кроме вот этой башни и вот этих ворот основных. У Лекси своя Тесла. Мне вот интересно, а Тесла можно заряжать батарейки? Батарейки от батарейки. Ну, такое. И если она сядет, то что с ней потом делать? В первую очередь, призы раздаются пилотам драга рейсинга вчера, который проходил с гоночными тачками. Ну, там все понятно, там, в принципе, мы результаты знаем. Драга рейсинга! Драга рейсинга! Игорь Тесла! Форнен Хайп! Форнен Хайп! Форнен Хайп! Куле фресур! Натаки! Натаки! Айко! Айко! Трибьютовый! Трибьютовый! Питва за стул! Что еще? Говно на спать не залезалось. Аминь, 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 аминь! Все, награждение закончилось, ребята расходят, все пилоты пока уже подготавливали к этому всему. Все убрали, как видно трека уже не стоит, палаток не стоит, сейчас все сядут по машинам и поедут домой. Вот такие вот были выходные, ну в принципе ничего, интересно получается, но есть конечно несколько замечаний, в основном связано с тем, что просто огромное количество людей не очень часто приходится летать. В моем случае мне больше нравятся, например, мелкие соревнования, мелкие полетушки, когда хотя бы собирается человек 50-60 максимум. 120 человек это очень много, их очень сложно проконтролировать, очень сложно сделать так, чтобы они организованно, слаженно все вылетали, садились, меняли батарейки и так далее. Я, получается, прилетел на 1-8 финала, в принципе, неплохо, это получается, ну приблизительно в районе 30-го места, короче, занят. Ну, меня это устраивает, не настолько часто гонки летаю, поэтому, конечно, нервы подводят. Ну, получил какие-то памятные подарки от Амакс, какие-то пропы, да, две антенки ВАЗ. Отлично прошли эти выходные, все прошло хорошо, все прошло достойно, хорошо добрались домой. Тоннели прямо перед въездом в город, у меня случилась какая-то авария, там горел автомобиль, судя по всему, и на автобане была огромная пробка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok